Вооооооо Я тебя чекаю П scientneyiss давай Я в СИЗО чекаю же Пациенты Чепуха Это у меня ждай А давайте заставу, мы скинемся. Кто-то мурчит. Громче было. Какие грамотные законы мают? Хулиганка, я согласен. Я полностью хаюсь и осознаю свою вину. И готов принести наказание за это. Я не знал, кто этот человек. Мы с ним после этого пожали руки и забыли этот конфликт. Ко мне ходят, запугают мою семью. Домой ко мне приезжают по 30 человек. Срывают камеры у меня с квартиры. Выбивают глазки, угрожают расправы. Скажите, пожалуйста, Россия агрессор? Вы понимаете, что я в политике не понимаю. Я понимаю, что у нас есть какие-то действия. Я хочу сказать касаемо этого, что я не понимаю военных действий в политике. Я за целостность Украины и неизделимость. Я уважаю всех людей, которые воюют, которые проходили военные действия с той или с другой стороны. Я за мир во всем мире. Я за то, чтобы люди жили мирно. Я за то, чтобы не было расколов. Не имеет значения по-русски человек говорит или по-украински. Чтобы люди жили мирно. Чтобы мир любой ценой. Какой ценой кто-то сделает мир? Каким будет разговор? Ради меня нет. Только чтобы был мир. Вы понимаете, я за мир. Я за то, чтобы люди жили мирно. Я считаю все страны СНГ у нас братьями. Нам просто видим нечего делить. Вы поймите. Скажите, пожалуйста, вы в сторону участника АТО высловывались очень негативно. Что именно вы говорили? И почему вы так говорили? Как вы понимаете, там такой вот за нами получился конфликт. Я это слово вам не могу сказать. Я вообще не знал, что получилось как. Мы за чашечкой кофе получился там у нас разговор повздорили. Он начал меня где-то оскорблять, что я там слабак, что я там не воюю и то все. Я ему что-то там сказал. Это словесные эмоции двух мужчин. Дали там друг другу по подзатыльнику и мы разошлись. Вот такая вот ситуация. Вы понимаете? То есть как бы я не хотел оскорбить ни матерей воинов АТО, ни военных АТО. Я вот хотел даже поговорить с парнями, с руководителями организаций вот этих. Чтоб объясниться. Они приезжают ко мне домой, ко моей семье. У меня маленький ребенок полтора года. И угрожают. Вы понимаете? Мы там убьем, голову отрыжим. То есть это стало после вашего демократа? Я понимаю. Но я еще раз. Я после этого, я блогер. Я записал видео после этого инцидента. И сказал, что я за целостность Украины. Мира ребенок. Украина у нас одна. И все вот эти области, где идет конфликт, это Украина. Я согласен. Я уважаю очень военных. И воинов АТО. Я не хотел, понимаете. Но я не знал, кто этот человек. У нас получился с ним конфликт. Простая бытовуха. Мы пожали руки и забыли. Уже прошло два месяца. Просто что, понимаете, недобросовестные СМИ берут, раскручивают, берут, перекручивают меня каким-то... А почему вы тогда вы выклали это видео в социальные мережи? Мы не хотели показываться. Это видео вообще, если честно, оно не должно было выкидываться. Мы про него, если честно, в конце немножко... Ну, там видео было про других. Про хмельницких врачей. Про отношение к хмельницким врачей. Основа видео. А это в конце, то есть это... Ну, оно вообще даже выкидываться не должно было. И потом, когда мы уже начали его... Оно уже начали его скопировать, репостить это видео и так далее. У меня в плохом свете. Я же говорю, я за целостность Украины. И поддерживаю Украину. И я, понимаете, я за то, что выступает в нас новый президент. Все живут по-новому. Понимаете? И когда каждый человек имеет на свои права. Да, я ошибся. Я что-то сделал неправильно. Я, може, в чинной какие-то пульганские действия. Я всегда готов за это понести наказание. Какое самое покарание вы готовы понести? И не хотите вибачиться перед всеми участниками АТО? Я уже вибачался на видео. Могу еще раз вибачиться. Если еще раз, я хочу сказать. Если я оскорбил кого-то из военных. Или участников АТО. Или еще каких-то организаций. Я приношу свои извинения. Я не хотел оскорбить ни военных матерей. Ни участников АТО. Ни этого же АТОшника не надо было пройти. Просто-напросто забыть им им. У нас просто получился. Он меня задел заживо. А ты там очкуришь. А что? А ты там метод. Какое покарание вы готовы понести? Самые визначьте. Я готов. Я в суд просил. Понимаете? У меня маленький ребенок. У меня жена. Я готовник семьи. Я говорю, выпустите меня под заставу. Вы понимаете? Это не тяжелая статья. Это штраф. Тут делают, раздувают, как будто я какой-то маньяк. Какую заставу вы готовы заплатить? Я готов, какую установить суд? Я готов даже помочь этому человеку. То есть, который у меня вышел конфликт. Чисто по-человечески. А вы его знали? Не, я его не находил. Мы после этого пожали с ним руку. Попили кофе. Он говорит, все, то что было, то было. Обнялись и разошлись. Два месяца прошло, и он написал заяву. Как будто, вы понимаете, из того, что написано, как будто кто-то к нему приехал. Где-то, я понимаю, это видео кого-то возмущило. Представьте, пожалуйста. Еще раз. Как вас зовут? Представьте. Дякую. Что Вы ждали и вовремя – Resident Evil 2 с 35 тком Les尾 � seed второе 30 Leben 2018 руброка навечении подозрена ученhesia в тк. 126 Com correct body во всех местах 206 К 간� sonstwa Rapide за подлинный захват проведена или поض yelling за настройку 1 cavعتня 2019 года в конеченě. Разве внесения почин any по Dell dis deserve менеджраш微 минист如果 вершody для прецедавших пус 2020 руброка принадл justification 40 и 40 рублей. Довольно Сороченко будет обязан приобрести до слідчика прокурора суду за важные муки, а также на него будут вкладываться в обязанности, не обучаться за сон пунктом, в яком он проживает до того, как слідчика прокурора суду. Приведомляти слідчого прокурора суду про смену своего места призывания, або місця работы, отримати звезда оборудования с исследованиями по терапевту данному криминальному прилежу, дати на зберігання слідчому слід паспорт для воюто, законодательные документы, что дают право на длину в Украину или в Украину. Ухвала діє по 1 журтня 2019-го в Украину. Ухвала слідчого суду, который легально негайным в Украине в Украине. Ухвала может быть сказана до Хмельницкого апелляційного суду протягом 5 дней с минули в Украине. Слідчий судят в Украине. Сороченко, вам с места ухвали в Украине. Ухвали в Украине. Сороченко, вам си, я хочу. Кому дать денег? Что, Артур, ты на одном стриме піднімешь, да? Залишаем, что пакет 40-40? 40-40. Выпускай, что? Нет, 40-40. А что ты? Ну, конечно, нормально. Мы же тебя заставили, мы же подъемы. Знаешь, золотошника, ты знаешь, как-то так. Залишаем, озвучаем, выходим. Выходим, выходим. Смирный. Ты не уезжаешь, что ты в Киеве не овля? Я вот он сам, вот реально ненавижу. Входим, выходим. Ну, раз. Входим, выходим. Выходим, выходим, выходим. Наверное, в кремане мало. Штуки, дваpar. Почему зараз тут на месте нюхитки? Сейчас пито законточенный массу! Артур Преверсов! Артур Преверсов! Артур Преверсов! Бельба, борьба, борьба, борьба!